Трёхдневная поездка группы украинских журналистов, в числе которых был и корреспондент ТРК Академия в Приднестровскую Молдавскую Республику, ещё больше убедила в том, что мы и так знали. А именно, для Украины Приднестровье вследствие многолетней информационной блокады было и остаётся такой себе терра инкогнито, то есть неведомой землёй. Для жителей Киева и Донецка, Кировограда и Винницы, Львова и Херсона, а именно представители этих регионов отправились в тур по ПМР, нет по сути никакой разницы между Приднестровьем или, например, Бангладеш с Северной Кореей. Всё это одинаково далеко, да и вообще неизвестно, существует ли в природе. Та идеологическая догма, которая годами насаждалась украинскими властями, смысл которой в том, что Приднестровье – это миф, а не реальный сосед, для слишком многих наших коллег стало руководством к действию. Львовский обозреватель Андрей Балкун признаёт, на его родине, равно как и в любом другом регионе Украины, о нынешней Приднестровской республике, говорят не иначе, как в рамках этих пропагандистских стереотипов. Между тем, наш визит в это неизвестное Украине государство, находящееся буквально за Одесской околицей, пришёлся на очередной интересный и судьбоносный момент его жизни. Или, как говорил один известный в Одессе киногерой, «Чует моё сердце мы накануне грандиозного шухера», устремившаяся на всех парах в Евросоюз Молдова, устроила гонки сама с собой и в одностороннем порядке установила сразу шесть пограничных миграционных постов на границе с Приднестровьем. Перечень функционала, который определён и возложен на эти посты, говорит о том, что эти посты могут выполнять таможенные функции, миграционные функции, и то, что в зоне безопасности или вдоль границы будут действовать, и действуют уже сегодня подвижные посты, пограничные, так называемые, говорит о том, что всё это функции обычной государственной границы. Как бы кто-то ни называл этот пост, как бы ни называл этих сотрудников, определяется по сути тех действий и функциональных обязанностей, которые выполняют у сотрудника на конкретном посту. Поэтому хочу констатировать, что, по нашему мнению, Республика Молдова приступила к активной фазе обустройства государственной границы с Приднестровской и Молдавской республикой. Да, они сейчас говорят о том, что они определённые послабления сделают для граждан России и Украины, которые проживают в Приднестрове, при перемещении через эту границу, но мы прекрасно понимаем, что по велению одной стороны, в частности Республика Молдова, этот режим может всегда быть изменён. Нас беспокоит то, что инфраструктура этой границы, которая на сегодняшний день обустраивается, она может быть задействована против приднестровцев в любое удобное время, и у нас нет соответствующего документа, который определял бы стабильность режима пересечения этой границы для граждан и Молдовы, и Приднестровья. Поэтому, наверное, мы будем приступать к инициированию переговоров с Молдовой об определении статуса этих постов и взаимного порядка перемещения государственной границы Приднестровья и Молдовы. Будем это всё пытаться обсуждать в направлении того, чтобы не ухудшать пропускные режимы, для того, чтобы граждане могли ездить без всяких дополнительных осложнений. Но, вместе с тем, ещё раз подчёркиваю, что наличие фактической границы между Приднестровьем и Молдовы мы оцениваем как ещё дополнительный факт, будем говорить так, подтверждающий приднестровскую государственность. Потому что у любого государства должны быть границы, эти границы имеют конкретные очертания, конкретные линии на территории соответствующих государств. Поэтому мы переходим уже в новое качество взаимодействия с нашими партнёрами. Фактически у нас, как известно, все институты власти в Приднестровье есть и присутствуют, вы видите, у нас своя экономическая система, свой орган государственной власти, то же самое в Молдове. Между нами фактически государственные границы, и Приднестровская, и Молдавская. То, что Молдова, суверенное государство, имеет право принимать решение, как она обустраивает свою границу, мы на это не претендуем. Это её суверенное право, она может эти действия предпринимать. Но нам бы хотелось, чтобы они учитывали, что вдоль Приднестровской границы в определённых сегментах есть зоны безопасности, и эти действия должны быть согласованы в УК комиссии с учётом процедур, которые отражены в соответствующем соглашении. Иначе это вызывает дополнительное беспокойство с точки зрения безопасности. Но в перспективе, надеясь, что с нашими партнёрами в Кишинёве удастся выработать соглашение о порядке функционирования пропускных пунктов на Приднестровско-Молдавской границе. Позиция киевских властей в вопросе урегулирования Молдоприднестровского конфликта уже не первый год вызывает обоснованные вопросы. Самый близкий к нашим границам территориальный конфликт характеризуется самой пассивной позицией украинской дипломатии. Даже заняв в 2013 году пост председателя ОБСЕ, Украина не спешит активно вмешиваться в ситуацию, которая сама по себе никогда не рассосётся. Министр иностранных дел ПМР Нина Штанский всё ещё надеется на позитивные изменения в позиции Киева. Конечно, надежды наши сохраняются. Мы постоянно находимся в контакте с украинскими коллегами. И по моему личному убеждению, которое сохраняется с начала этого года, у Украины, которая стала председательствовать в ОБСЕ, статус фактически умножился вдвое. И, на мой взгляд, это председательство даёт Украине те возможности, рычаги, инструменты, которые у неё, как у страны-гаранта, не было. То есть вот этого объединения собственных усилий, мне кажется, Украине пока всё ещё не хватает. Можно, на наш взгляд, решить многие вопросы, связанные с активизацией экономического сотрудничества между Молдовой и Приднестровьем при содействии Украины. Уверена, что можно. И это, в принципе, предмет нашего системного диалога с украинской стороны. Куда более активный диалог Приднестровье ведёт со своими российскими партнёрами. Сегодня Россия развернула здесь строительство ряда социально направленных объектов, что способствует увеличению количества рабочих мест и повышению социальных стандартов жизни местного населения. Речь идёт о больницах, детских садах, о возведении недорогого жилья. Делается всё, чтобы население республики, а оно за 20 лет сократилось с 730 до 510 тысяч граждан, не уменьшалось. Все свои надежды на светлое будущее приднестровцы по-прежнему связывают с Россией и очень рассчитывают на то, что со временем их республика станет участником таможенного союза. Причём именно время сегодня становится решающим фактором с учётом того, что окружающие ПМР Молдова и Украина на всех парах устремились в прямо противоположную сторону – в ассоциацию с Евросоюзом. Саммит АЕС, что в конце ноября состоится в Вильнюсе, с нетерпением ждут и в Приднестровье. Вполне возможно, что от принятых там решений будет зависеть политика официального террасполя в вопросах сотрудничества с ближайшими соседями. Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук напомнил, что народ республики свой геополитический выбор сделал ещё в 2006 году на референдуме. ПМР держит курс на евразийскую интеграцию. Возможно, для украинских панов слово «референдум» звучит немного диковинно, но с мнением народа маленькой, но гордой республики им, хочешь не хочешь, придётся считаться. Передовой форпост евразийства в Юго-Восточной Европе не изменит стратегический курс своего развития, даже если географические соседи его не поддержат. Попытки давления и принуждения к правильному выбору никакого эффекта не возымеют, предупреждает Евгений Шевчук. Приднестровье всё это уже не раз проходило. Здесь ставятся более конкретные задачи для самого Приднестровья, потому что понятно, что Приднестровье свою стратегию изложило в виде конкретного опроса референдального граждан. Здесь, я бы так сказал, наши вектора с Кишинёвым расходятся кардинально в разные стороны. Не говорю, что там плохо или хорошо, суть в другом, что наша стратегия дальнейшего развития и укрепления наших связей с нашими стратегическими партнёрами базируется на мнении граждан, и это является решением осознанным для того, чтобы определить будущее своего государства. И в этой части мы видим серьёзные преимущества для экономического взаимодействия и взаимопроинктовения с строящимися ещё некоторыми евразийскими структурами, с действующими структурами таможенного союза. Мы надеемся, что с учётом вот такого геополитического изменения в векторах развития Украины и Молдовы в Приднестровье удастся найти формулу более тесного взаимодействия с структурами таможенного союза, Евразийского союза, для того, чтобы обеспечить и функционирование экономики, и реализацию воли граждан, проживающих в Приднестровье. Хотелось бы, чтобы к этому решению, к Приднестровскому имеется в виду, с уважением относились и наши соседи. В первую очередь, это не решение только властей Приднестровских, это решение народа Приднестровского. С учётом неурегулированности Тираспольско-Кишинёвских отношений, я бы так сказал, Приднестровско-Молдавских отношений, пытаться воздействовать на Приднестровье от Вильнюска месоглашения, я бы так сказал тоже, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это может привести к обострению ситуации в Приднестровье, что, на мой взгляд, не входит в цели и задачи ни Европейского Союза, ни наших уважаемых соседей. Но если я ошибаюсь, то время покажет, у кого реальные какие интересы. Да, к сожалению, есть оценка ряда экспертов, что после парафирурной реализации этих Вильнюских соглашений некоторые партнёры в Кишинёве надеются приобщить к давлению на Тирасполь силы всей Украины и таким образом решить проблему Приднестровья. Есть такие оценки, я бы тоже хотел предостеречь от таких действий. Это действия и мысли не позитивные, они приведут к негативным результатам. Президент Приднестровья, причём неважно даже какой именно, Смирнов или Шевчук, это президент Приднестровья, государство, хоть и небольшого, но хлебнувшего на своём веку немалолихо. И вполне доказавшего, что никакие попытки поставить его на колени и продиктовать свою волю здесь не проходят. Во всяком случае, предыдущая попытка Кишинёва навести здесь конституционный порядок, силой оружия кончилась тем, что приднестровские танки едва не вошли в Кишинёв и остановились только потому, что Москва очень попросила об этом Тирасполь. Недаром неофициальным гербом Приднестровской республики считается вот эта картинка, смысл которой достаточно красноречив и описывается всего двумя словами. Никогда не сдавайся. Виталий Хемий специально для Евразийского Приднестровья.